Болельщики, безусловно, ждали этот матч с интересом, но в Тюмень приехал молодежный состав «Нефтяника». И в такой ситуации хозяева площадки были безусловным фаворитом. «Нефтяники» решили сделать ставку на чемпионат России, и кубок остался, по сути, в стороне. Хотелось, конечно, хотелось. Нет, я жил раньше, где «Суперлигу» показывали. Людям, которые не видели «Суперлигу», не видели основных игроков, там «Зенит-Казань», такие престижные клубы, конечно, им бы хотелось увидеть «Суперлигу», даже, ну, то же самое «Нефтяник» Оренбургия. Тоже «Суперлига», да. Конечно, обидно за вот это. Да, на самом деле, когда я сказала, что будет «Суперлига», я специально отпросилась с работы, чтобы приехать и посмотреть на игру. Но когда мне сказали, что это будет «Молодежка», уже какого-то такого впечатления, эмоций уже нет совершенно. Но никто не знает, почему «Молодежка» приехала. Мы без понятия. Мне в любом случае интересно посмотреть. Тем более, что следующий броню будет играть уже с другим составом. В первом сете борьбы не получилось от слова «совсем». Тюменцы полностью контролировали ход встречи и позволили сопернику набрать лишь 16 очков. Безусловно, в Тюмени уже долгое время не было «Суперлиги» и хотелось бы посмотреть игроков высокого класса, высокого уровня. А сейчас какие впечатления игра оставляет? Ну, я надеюсь, что «Молодые» разыграются. Сейчас вторую партию пока ровно начинают. И на эмоциях, может быть, покажут игру более интересную. Не подашь, не забьешь, ты горябо подаешь. Эксперименты с составом, который вполне логично затеял наставник Тюмени Сергей Шульга, сказались на дальнейшем течении матча. Хозяева дали почувствовать гостям, что все для них не так безнадежно. И вторую партию забрали уже с немалым трудом. 25-23. Во-первых, нельзя было это допускать, это первое. Поэтому, раз сами залезли в это болото, так сами должны были выбрасывать, вытягивать, потому что никто не собирался их менять обратно. И то, что допустили других равных концовок, только разбираются со своими партнерами и делают так, чтобы больше такого не допускать. Самым тяжелым для тюменцев получился третий отрезок. Гости даже имели сетбол. Однако встреча в итоге все же не затянулась. 28-26. Ожидаемо, исходя из вводных данных, победа Тюмени. За один день узнали, мы собрались. Для нас это вообще был праздник с такой командой сыграть и опробовать себя перед чемпионатом. Нам просто повезло, я считаю. Шанс выпал с такой командой поиграть. 1 октября соперники проведут ответную встречу уже на площадке Нефтяника. Победитель этого двухматчевого противостояния выйдет в 1-8 финала Кубка страны. Тюменцам для этого достаточно выиграть в двух партиях.